К нам подключается эксперт-совет внешней политики украинской призмы Александр Краев. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день вам. Итак, начнем с нового пакета помощи от Евросоюза, 50 миллиардов евро. На каких условиях предоставляются эти деньги и на что они пойдут? Тут начать следует с конца, потому что сейчас все большие денежные пакеты, вся поддержка, особенно от наших европейских партнеров, она предоставляется в первую очередь на восстановление и на создание возможности Украине снова стать инвестиционно способной, инвестиционно привлекательной. Потому что все, так или иначе, Ukraine Recovery Conference и наша декларация Лугана, все они говорят о том, что основой, ключевым пунктом восстановления Украины будут как раз инвестиции за рубежа. Как раз привлекательность инвестиционная и институциональная, которую должна обрести Украина в результате получения этих траншей и является основной целью передачи этих денег. Евросоюз, в частности, кроме того, обещал ускорить поставки оружия в Украину, как раз чтобы поддержать контрнаступление вооруженных сил Украины. Известно ли о том, что это за оружие и за счет чего можно действительно ускорить поставки этого оружия? В первую очередь тут следует ссылаться на решение группы «Рамштайн», заседание в формате «Рамштайн». Буквально несколько месяцев тому, когда это был еще десятый «Рамштайн», если я не ошибаюсь, как раз задавались тем же вопросом, что мы готовы предоставлять Украине больше, но весь вопрос в том, как это сделать. И тогда оказалось, что самая большая проблема – это просто производственные мощности. Потому что ВПК европейских стран, в первую очередь европейских, он не был настроен на такой ритм, он был настроен на мирное время, и поэтому, соответственно, производство необходимых комплектующих и производство уже финального продукта, то есть снарядов и вооружений, он был недостаточным для интенсивности боев. Сейчас, когда мы говорим про период контрнаступления, понятно, что эта интенсивность еще выше, и потребности украинской стороны в разы возрасти. В первую очередь в бронетехнике, в технике, которая поможет защитить наших людей во время наступления, также в расходниках, то есть боеприпасы, амуниция, эквип, который необходим для ремонта этой техники и так далее. Поэтому, в первую очередь, что европейцы вынесли из этого, это то, что нужно говорить напрямую с компаниями производства. То есть в Европе это, в первую очередь, без крайней металли. Что они будут предоставлять, ну, как я уже сказал, то в первую очередь бронетехника и обслуживание, плюс ремонтные возможности для уже наличивающей техники? Александр, мы бесконечно ценим помощь Евросоюза, и военную, и гуманитарную, но не кажется ли вам, что там еще не все окончательно осознали, что Украина здесь защищает не только себя, не только европейские ценности, но и физически те страны, своих соседей, на которых у России были захватнические планы? Вот что интересно, наши соседи как раз это понимают лучше всех. То есть поляки, балты, центральные европейцы, они чудесно понимают, что здесь происходит и за кого на самом деле сражается Украина, что Украина на самом деле держит на себе груз ответственности за безопасность всей Европы. Вот с кем у нас действительно могут быть проблемы? Так это с так называемой старой Европой, то есть со странами Запада, и с Южной Европой, которые скорее хотели бы оставаться нейтральными. То есть есть, конечно, уникумы, например, Италия, которая, несмотря на географическую удаленность от нас, все-таки понимает, что поддержка Украины необходима, причем понимает настолько, что готова разрывать контракты с Китаем. Но все же наши соседи чудесно понимают, что такое Россия, что такое российская интервенция, какую угрозу несет Российская Федерация на современном этапе. Вот с европейцами, которые намного дальше от наших границ, ну, собственно, вы помните, что делал Макрон и что делал Шольц на начале вторжения. Вы помните, как они пытались сохранить лицо Путину. К счастью, мы наконец-то от этого отошли, и сейчас у нас с этим пониманием проблем все меньше и меньше. Но это совсем не означает, что мы должны прекращать напоминать это. Ну, тут, знаете, хотелось бы уточнить, что все-таки не все соседи Украины понимают угрозу. И я сейчас не о режиме Лукашенко в Беларуси, а о Викторе Орбане, который от лица Венгрии делает достаточно странные заявления периодически и осуществляет достаточно странные поступки, вспомнив хотя бы вот этот недавнешний, я не знаю даже, можно ли это назвать словом, обмен. Ну, скажем так, когда у украинских пленных в количестве 11 человек Россия передала почему-то Венгрии, а не Украине. И если другие государства, соседи, вы абсолютно правы, они прекрасно понимают, какую угрозу для них представляет Россия, как вы думаете, почему этого не понимает Венгрия? Ведь, учитывая то, как Путин жонглирует историей, жонглирует фактами, перевирает их, перекручивает, велика же, ну, мы можем так себе представить, может же быть и такая вероятность, когда он скажет, так у нас в Венгрии же живут коренные русские. Венгрии же это некогда тысячу лет назад, если быть точнее, россияне, которые пошли обустраивать жизнь на новых территориях, а шли-то они с той территории, которая нынче называется Ханты-Мансийским автономным округом. Почему нет этого понимания у Венгрии? Тут нужно начать вообще с того, что такое сейчас венгерская политическая система. Если очень коротко, то Орбан пытается как более, насколько это возможно, ее централизировать и индивидуализировать. То есть очень многие мои коллеги, которые занимаются Венгрией более профильно, они действительно утверждают, что вокруг Орбана просто не осталось людей, которые могут сказать ему «нет». Вокруг Орбана осталась в основном молодая гвардия его партии, самая радикальная, самая напористая, которая обожает его решения, буквально таки, и которая готова поддерживать самую радикальную и резкую его политику. Поэтому мы имеем политического лидера, который все эти годы цементировал свою власть, который на конституционном уровне ущемлял оппозицию, создавал для себя инструменты контроля, и теперь вокруг которого нет ни одного критика, и который считает, что он абсолютно прав и делает все идеально. То есть, по сути, мы имеем абсолютно не европейский тип политика, который еще и пришел в этот раз к власти с лозунгами о том, что Брюссель нужно победить. Соответственно, мы имеем антиевропейского, европейского лидера, который начинает противостоять Брюсселю. Ему нужны союзники. И на самом деле именно потому он начинает играть российской темой. Просто для него это, очевидно, один из инструментов влияния на Брюссель. Для него это одна из возможностей воплощать свою политику борьбы с европейским, как он это называет, европейским гнетом. И потому мы видим, что только после полномасштабного российского вторжения Европа наконец-то поняла, что с Венгрией нужно что-то делать. То есть мы видели заявление Фонда Ляйна и Шарля Мишеля, что если Венгрия продолжит отрывать единство Европы, она получит санкции, она перестанет получать европейские деньги. И в эти моменты мы действительно видели, что Венгрия, как минимум венгерские политики, как минимум венгерская оппозиция, начинали понимать, чем попахивает уже реальная политика Орбана и чем это угрожает для всего венгерского населения. Но пока что, отвечая на ваш вопрос, почему Венгрия это делает, потому что это в интересах Орбана. К счастью, венгерская политика стала очень индивидуальной и стала очень Орбана. В Евросоюзе, в принципе, и западные страны все неоднократно уже подчеркивали то, что дальнейшая поддержка Киева не будет зависеть от ближайших успехов вооруженных сил Украины. Это вот к разговору об усталости от войны и прочим вот этим вот нарративам, которые очень стараются продвигать кремлевские пропагандисты. На ваш взгляд, на кого расчет действительно вот этих вот постоянных вбросов об усталости, поскольку мы вроде понимаем, что позиция Европы здесь предельно ясна. Вряд ли кремлевские пропагандисты рассчитывают, что их услышат европейские жители, но тем не менее на кого больше идет расчет вот с этим вбросом? Во-первых, большинство из того, что сейчас информационно делают россияне, это все для внутреннего потребления. Они уже четко понимают, что как-то повлиять на внешнее поле, но они просто не могут. Запад их или не хочет слышать, или просто его уже досталось, россиян. Поэтому действительно это в первую очередь для русского потребителя информационного показать, что да, вот сейчас, может, там украинцы как-то контратакуют, но уже скоро все это закончится, Запад уже устал, уже все, Украина идет в небытие, дальше все будет хорошо. Это во-первых. Во-вторых, мы видим, что все-таки, несмотря на это понимание, россияне продолжают держать определенный уровень накала информационной борьбы. То есть российские консервы за рубежом, бывшие пророссийские политики и всякие пророссийские аналитики и так называемые эксперты, которые на Западе активизировались как раз с началом нашего контрнаступления, они все же продолжают держать градус своего безумия, несмотря на тщетность этих попыток, они должны показывать, что на Западе есть так называемое альтернативное мнение. И вот как раз для них эти все заявления и раскручивание темы усталости является частью их работы, является частью их задания. Для того, чтобы у российской пропаганды, по сути, был какой-то фактологический материал по поводу этой так называемой усталости. Поэтому верит ли этому кто-то, очень сомневаюсь. Почему русские продолжают это делать? Ну потому что уже поздно давать заднюю, и они не могут уже изменить курс своей пропаганды. Она должна продолжаться, иначе все будет еще хуже. Киев выполнил два из семи условий для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Что это за два условия, какие еще пять остались, и каковы перспективы выполнить их в ближайшее время? Когда мы говорим о вступлении в Евросоюз, мы говорим с вами о Копенгагенских критериях и про Маоастригских критерии. Копенгагенские, по сути, это критерии по демократии, по институтам демократии, по свободе слова, по принципиальным понятиям. Маоастригские — это экономические критерии. На данном этапе я сразу могу сказать, что мы не выполнили, и что еще долго будем выполнять. Это как раз раздел Копенгагенских критериях в юридическом плане, то есть реформа судебной системы и сведение воедино, по сути, унификация европейского и украинского законодательства. Второе напрямую зависит от первого, и поэтому пока мы не сможем адекватно провести судебную реформу, мы не сможем двигаться по этому треку вообще никак. Чем действительно наши партнеры уже в который раз отмечают наши успехи? Это с открытостью демократического управления, с демократическими институтами. Это свободный капиталистический рынок, на котором отсутствуют монополии, на котором есть инструменты защиты как прав потребителей, так и прав отдельных процессов. Если мы говорим про маоастригские критерии, то есть про конкретные позиции в нашем экономическом законодательстве, которые нам необходимы, там остается одна большая проблема — это все еще довольно зачаточное состояние системы борьбы с коррупцией и антикоррупционных органов. Поэтому, так или иначе, у нас есть определенный прогресс в таких более общих пунктах, но по более цельным нарративам мы все-таки должны еще очень много работать. Как Вы считаете, какие временные отрезки мы можем называть и говорить о терминах, когда речь идет о тех невыполненных пяти пунктах? Ну, пять лет назад. То есть, на самом деле, мы должны все это были делать еще очень и очень давно. А сейчас мы уже в том состоянии, когда для нас каждый месяц, каждые полгода должны быть следующим рубежом, за которым мы должны успеть чего-то достичь. То есть, если мы хотим действительно оперативно и еще до нашей победы в этой войне вступить в Европейский Союз, если мы действительно хотим чего-то достичь на нашем пути евроинтеграции и уже получать бенефит от этого сотрудничества, нам нужно это делать уже сегодня на вчера. Президент США Джо Байден заявил о том, что угроза применения Путиным в Украине в ходе войны тактического ядерного оружия реальна. Как думаете, на чем основано это его заявление? Ну, на том, что нам нужно понимать разницу между понятиями угроза и вероятность. Угроза — это общая возможность. То есть, возможно ли применение оружия? Да, возможно, потому что оно у них есть. И потому что это шалобутный кремлевский режим, который готов делать все, что угодно для победы. И потому что американцы четко говорят, что применение ядерного оружия или угроза этого применения — это единственный вариант для россиян, как закончить эту войну относительной победы или как минимум нейтральным статусом. Поэтому, да, угроза есть, и она есть постоянная, она в определенные периоды, особенно чем ближе будет украинская победа, эта угроза будет возрастать. Нам от этого никуда не деться. А вот возрастали вероятность этого применения, пока непонятно. То есть, знаете, риск начала ядерной войны это как математическая функция, единица из икса. Она всегда приближается к нулю, но никогда не равняется нулю. И вот в этом главная особенность ядерного сдерживания. Мы никогда до конца не можем знать, что случится, когда случится и как случится. Поэтому то, что Джо Байден это заявил, это просто такое хорошее, правильное напоминание, что американцы следят, американцы понимают, что такая угроза есть. И это уж точно говорит о том, что американцы не будут захвачены врасплох таким развитием сценария. Не связано ли это напоминание как раз с последним фактом того, что Россия хочет разместить, или даже уже разместила, как заявляет Путин, тактическое ядерное оружие на территории Беларуси? Конечно, связано, потому что, по сути, такого не случалось уже очень давно. Еще с тех времен, когда подписывались в 70-80-х основные документы в разделе сдерживания ядерных вооружений, сдерживания ядерного испытания и распространения ядерного оружия, то во времени еще никто так открыто и так в наглую, извините, не передавал ядерное оружие другой стране. Поэтому, действительно, так или иначе, это связано с этим. То есть, скажем так, это не прямая корреляция. Мне кажется, Байден и так бы дал это заявление в тот или иной момент, но так или иначе, да, риск передачи ядерного оружия Беларуси, конечно же, сейчас будет актуализировать вот такую риторику. Спасибо, Александр, что присоединились к нам с экспертом Совета внешней политики «Украинская призма» Александром Краевым обсуждали ядерную угрозу, которая исходит от России, перспективы вступления Украины в Евросоюз и помощь Украине союзникам.